Здравствуйте! С вами информационный обзор климатических событий в мире. В текущем выпуске мы увидим Поиски загадочного города Рунгхольд Климатический обзор за неделю Пример доброты от 9-летнего жителя Тасмании Ангелов из моря История загадочного города Рунгхольд Началась в 1200-х годах у маленькой гавани недалеко от острова Зютфаль. Население города, которое предположительно составляло тысячи человек Занималось преимущественно сельским хозяйством Многие годы люди жили в месте пересохшего русла некогда глубокой протоки Дно русла медленно оседало Пока в январе 1362 года его не заполнили водой Северного моря Затопив город, занеся его слоем песка С тех пор город оброс не только слоем ила, но и множеством легенд Ко второй половине 20 века море практически поглотило остров Зютфаль За 130 лет уменьшив его в три раза В 1921 году, в день Святой Троицы, крестьянин Андреас Буш, проезжая по подтопленному острову, увидел средневековое поселение, обнаженное морем Решив, что это и есть Рундхольд, Андреас остаток жизни посвятил исследованиям найденного города Которое можно было проводить лишь во время отливов Следующий крупный исследователь-этнолог Ханс Петер Дюр искал загадочный остров совершенно в другом месте Отдыхая летом 1992 года с семьей на острове Нордстранд Он обнаружил карту Очертания Рундхольда и его приходов Год 1240 Составленную в 1652 году Картографом Иоханнесом Мейером Исхозумом И уже через два года заинтересовавшийся профессор с группой студентов Бременского университета Отправился на поиски легендарного города в Хузум Именно там Рундхольд был отмечен на карте Мейера Место раскопок было затруднено тем, что оно находилось под слоем ила и воды Но найти затонувший город не удалось Как такое может быть, что один и тот же город нашли в разных местах? Удивляет, что до сих пор идут дискуссии по поводу того, где же находится затонувший город И хотя в 70-х годах XX века в Гамбурге в Государственном архиве был найден документ, подтверждающий церковный приход Рундхольда Но, как показывают архивы, в административном округе такого города никогда не существовало Историки полагают, что Рундхольд основан на берегу протоки к юго-востоку от острова Пельворма Сотни лет идут поиски затонувшего города Но пока удалось найти лишь несколько артефактов Климат меняется Реки прокладывают новое русло И города уходят под воду Рундхольд не единственный город, затерянный в морской пучине Понадобилось всего несколько веков Чтобы даже точное местоположение города было затеряно в памяти людей Сейчас наша цивилизация стоит на перекрестье Глобальные изменения климата уже меняют облик планеты И выжить человечество может лишь объединившись на основе духовных ценностей Жизнь человека — мгновение Но что мы можем сделать за этот миг? Кануть в лету, как это произошло с Рундхольдом? Или сплотившись в единую, дружную семью Оставить след любви, который не исчезнет в веках Выбор за каждым человеком 23 декабря Швейцария В кантонах Вале и Граундбюнден В результате схода лавин пострадало 4 человека В течение дня на планете было зафиксировано 290 землетрясений Из них 51 магнитудой свыше 4 Максимальная магнитуда составила 5,1 24 декабря Польша На 10 воеводств страны обрушилась буря со скоростью ветра до 26 метров в секунду Были повалены деревья и линии электропередачи Повреждены дома Без света остались свыше 140 тысяч человек ЮАР В городе Боксбург выпал град размером с перепелиное яйцо Филиппины От шторма Тембин с 21 декабря в 26 провинциях пострадало свыше 715 тысяч человек Были повреждены тысячи домов, мосты и автомобильные дороги Россия От сильного ветра пострадала Калининградская область В течение дня на планете было зафиксировано 336 землетрясений Из них 58 магнитудой свыше 4 Максимальная магнитуда составила 5,5 25 декабря На остров Сахалин обрушился мощный циклон Скорость ветра достигала 50 метров в секунду 20 тысяч жителей остались без электричества Повреждены десятки домов Казахстан От проливных дождей пострадали Карагандинская и Павлодарская области США На северо-восточное Атлантическое побережье страны обрушился зимний шторм Итан Сильный ветер вырывал деревья с корнями и повредил электропровода Канада В результате шквалистого ветра со скоростью до 30 метров в секунду В провинции Новая Шотландия 157 тысяч человек остались без электроэнергии В течение дня на планете было зафиксировано 339 землетрясений Из них 55 магнитудой свыше 4 Максимальная магнитуда составила 5,5 Пример доброты и человечности Рэмис Кэмпбелл, 12-летний житель острова Тасмания На протяжении трех лет самостоятельно шьет мягкие игрушки для детей, лежащих в больницах В возрасте 9 лет он попросил родителей купить ему рождественские подарки для детей, чтобы поддержать их Но у семьи не было денег на покупки игрушек И мама предложила нарисовать детям рисунки Позже Рэмис нашел в интернете выкройки для шитья плюшевых игрушек И решил самостоятельно сделать одну из них Через пять часов упорного труда была сшита первая в его жизни игрушка – плюшевый медвежонок И хотя медвежонок был кривоват, Рэмис продолжал учиться этому нелегкому делу С каждым разом совершенствуя свои навыки и умения Когда была сшита четвертая игрушка, мальчик решил, что будет сшить по одной игрушке в день Назвав свое дело «Проект Кэмпбелла-365» Затем мама помогла создать сыну страницу на Фейсбуке, где люди помогают ему приобрести материалы За это время было сшито более 800 мягких игрушек И на лапке каждой он вышивает имя того, кому она предназначается Невзирая на то, что игрушки шьются для детей со всего мира Каждую неделю мальчик лично приходит в детскую больницу, чтобы подарить сделанную игрушку Рэмис любит смотреть, как улыбаются дети, получающие подарки И говорит «Они улыбаются, некоторые обнимают меня Это приносит им счастье на целый день Если каждый делает добро в пределах своих возможностей Возможности добра становятся беспредельными 26 декабря Россия На Камчатку обрушился снежный циклон со скоростью ветра 25 метров в секунду Австрия В результате сошествия оползня в коммуне Вальс 130 жителей были отрезаны от внешнего мира 40 человек, чьи дома были разрушены, эвакуированы на вертолетах Аргентина Крупный град выпал в провинциях Кордова и Сан-Луис Индонезия От наводнения пострадал город Кауагунг в Южной Суматре Австралия На юго-востоке штата Квинсленд прошел градовый шторм В течение дня на планете было зафиксировано 338 землетрясений Из них 64 с магнитудой свыше 4 Максимальная магнитуда составила 5,5 27 декабря Австралия На округ Кимберли обрушился циклон Хильда, принеся проливные дожди и оставив без электричества 2000 жителей Скорость ветра достигала 33 метров в секунду В населенном пункте Сигнет-бэй за 48 часов выпало 429 миллиметров осадков Великобритания Вследствие снегопадов в центральной и юго-восточной частях страны без электричества остались 48 тысяч человек Канада От ветра со скоростью 27 метров в секунду пострадал остров Ньюфаундленд Индонезия Вследствие извержения вулкана Синабунг на острове Суматра объявлена эвакуация жителей Китай Обильные снегопады и сильный ветер обрушились на северную часть Синьцзянь-Уйгурского автономного района Иран В результате землетрясения магнитудой 4,2 в 50 километрах к западу от города Тегеран пострадало 57 человек В течение дня на планете было зафиксировано 306 землетрясений, из них 59 магнитудой свыше 4 Максимальная магнитуда составила 5,4 28 декабря Япония На острове Хоккайдо и в северной части острова Хонсю в течение 24 часов выпало до 40 сантиметров снега В поселке Хиноэмата в префектуре Фукусима высота снежного покрова достигла 158 сантиметров А в поселке Минаками в префектуре Гума – 131 сантиметра США В округе Осуиго в штате Нью-Йорк в течение 48 часов выпало 158 сантиметров снега Испания На острове Малерка пожары охватили десятки гектаров леса, эвакуированы сотни жителей В течение дня на планете было зафиксировано 341 землетрясение, из них 54 магнитудой свыше 4 Максимальная магнитуда составила 5,8 Нет трудностей, с которыми не справилась бы настоящая любовь Нет болезни, которую она не излечила бы, и двери, которую она не смогла бы открыть Нет такой пропасти, через которую не перекинула бы мост настоящая любовь Нет такой стены, которую она не разрушила бы, и греха, которого она не смогла бы искупить Все разрешит любовь. И если вы способны беззаветно любить, вы станете самым счастливым человеком на свете. Эммет Фокс. 29 декабря. США. В городе Эри в штате Пенсильвания выпало рекордное количество снега – 165 сантиметров. Украина. В городе Киеве ночь с температурой воздуха плюс 4,8 градусов Цельсия стала самой теплой за всю историю метеонаблюдений. Это третий теплый температурный рекорд с начала месяца. Крым. В результате теплой погоды на полуострове зацвели цветы и начали летать пчелы. В течение дня на планете было зафиксировано 373 землетрясения, из них 46 магнитудой свыше 4. Максимальная магнитуда составила 5,7. На протяжении недели в стадии извержения находилось 36 вулканов. В течение недели произошло 355 землетрясений в радиусе до 20 километров от действующих вулканов и на глубине, не превышающей 20 километров. Наиболее активными были вулканы Аскья и Хромюн-Дартин-Дюр в Исландии, а также Клиа-Лейк в Калифорнии. Также произошло 3 землетрясения в 30 километрах от кальдеры Йоллоустоуна с максимальной магнитудой 1,8. Всего за неделю более 20 тысяч человек стали климатическими беженцами. 28-29 декабря 1908 года в Миссинском проливе между Апенинским полуостровом и Сицилией произошло сильнейшее в Европе землетрясение магнитудой 7,5. Города Миссина, Реджо-Калабрия и Палми были разрушены. Пострадали 200 тысяч жителей. В это время недалеко от порта Аугуста проходили учения кораблей Балтийского флота России – Цесаревич, Слава и Адмирал Макаров, которым позже присоединился богатырь. Не дожидаясь приказа высшего начальства, они поспешили на помощь жителям. В течение шести суток они спасали жизни людей. Не зная усталости, юные моряки расчищали завалы, отыскивая погребенных под ними жителей. В корабельных лазаретах были размещены приемные пункты для раненых. Благодаря самоотверженности моряков были спасены тысячи жителей. Пострадавших на кораблях отвозили в безопасные города – Неаполь, Палермо и Сиракузы, откуда везли обратно необходимые медикаменты. Спасенные итальянцы называли моряков ангелами с моря, говоря «Их послало нам не море, но небо». Местные врачи позже писали о них. Мы не в силах описать более чем братские заботы, которыми нас окружили. И сегодня местные жители помнят о подвиге ангелов с моря, как о примере истинной человечности. По словам итальянской журналистки Матильды Сарау, в истории Мессины были тысячи страниц человеческой доброты и щедрости. Но самую первую страницу, вечную и нетленную, в ту историю вписали они. Светловолосые славяне, столь сдержанные на вид, и столь отзывчивые на деле. Если ангелы из моря способны на это, то на что могут быть способны ангелы, состоящие из величайшей силы, для которой нет ничего невозможного, из любви? А может, каждому из нас пришло время стать ангелом, сотканным из любви? Ведь помогая другим людям, в духовном смысле, ты помогаешь и себе. Таким образом, ты можешь помочь себе гораздо больше, чем врач, временно спасающий твое материальное тело. Объединение людей — залог выживания человечества. О климатических событиях в мире и решении климатических проблем читайте на сайте geocenter.info, а также на сайте allatradefiscience.org и в докладе ученых AllatRa Science о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле, эффективные пути решения данных проблем.